Дом 46 В том числе и жильцы и гости Дома 46 сегодня у нас в гостях. Встречаем. А у нас в гостях постоянные жители творческого пространства Дом 46. Евгения Романович, которая является еще его и руководителем, и Евгений Серафимко. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите нам, пожалуйста, подробнее о том, что все-таки такое Дом 46, и почему это творческое пространство вообще так называется. Потому что название очень теплое, очень уютное, я думаю, неспроста его так назвали. Так, находимся мы на улице Лили Веля, Дом 46. Вот отсюда и название Дом 46. Это же просто. Да. Вообще мы очень любим простоту, теплоту. Сам проект, он Дом, потому что мы хотим, чтобы это пространство стало домом для многих творческих людей города Гродно. И не только. Мы приглашаем многих людей из-за границы, из других городов. И база наша – это танцевальные занятия, также театральные занятия, это показ перформансов. Впервые у нас будет фотопроект также. И музыкальные вечера. Экспериментальные музыки, электронные музыки. Иногда лайф-музыка живая. То есть вы развиваетесь не в одном каком-то или двух направлениях, там, например, танца, музыка, а можно приходить к вам разным творческим людям, получается? Да, вообще, открыто для сотрудничества и обмена разным чем-то. Танец, театр, фотография, ну, что-то как-то вот, что было. Все, что связано каким-либо образом с творчеством. Даже спорт, да. У нас тренируется Василиса Маслова. Это потрясающая слава спортсменка. Она одна из лучших в Европе, поэтому вот даже такие у нас есть люди, которые, в принципе, соединяют спорт и творчество. Вот так. Не переносит что-то с тобой новое в Дом 46, правда? Да, да. Вот если говорить о танцах, то какое самое популярное направление? Может быть, контемпорари, нет? Ну, контемпорари это просто более такое слышимое направление у нас, так как веду его я, и мне проще рассказать о себе. Но на самом деле мы еще очень заинтересованы в продвижении уличных направлений, так как сейчас вообще в мире волна хаус-дэнс, хип-хоп и брейкинг. Просто единственный момент, что отличает, что это у нас, как-то сказать, у нас не школа уличного танца, да, но мы считаем, что это безумно важное направление, но не позиционируем себя как только школа уличного танца. То есть там как арт-моушен или импульс, да, вот, поэтому у нас сейчас пока немного ходит людей вообще на брейкинг, на хип-хоп, мы хотим больше людей, мы хотим делать джемы, мы хотим делать батлы тоже, потому что уличная культура, она очень интересная, уличный танец. Поэтому у нас не только контемпорари, также у нас может быть контактная импровизация, то есть иногда проходят такие раз в месяц занятия, джемы, да. Расскажите о контактной импровизации, не все, я думаю, телезрители знают, что это такое. Контактная импровизация возникла в Америке, это очень свободный танец, в принципе, в словах заложена идея, контактная импровизация, контакт с партнером, контакт с полом. Но импровизация, это значит, танец создается здесь и сейчас, он вообще не запланированный, то есть, и это позволяет тебе быть очень спонтанным. То есть это для людей, которые не любят заучивать движение, которые любят моменты импровизировать, в общем, вот как-то так. Это вот как у нас в социальных танцах, мы тоже на этом основаны, на импровизации, да. Но у вас же дается базовое движение, правильно? Да, они есть, да. А в контактной импровизации ты, в принципе, можешь вообще и социальные танцы танцевать, ты можешь там вообще все, что угодно. И у тебя может бэкграунд быть и хип-хоп, и контемпор, и балет, вот. Ну, то есть вместе сочетать. Ну, здесь важно, чтобы и партнер воспринимал тот стиль, да, в котором, то есть, если это контактный импровизация, может быть... Там больше не стиль, там, наверное, больше, ну, ощущение вот именно внутреннего состояния друг друга, когда ты ощущаешь именно, ну, человека, который с тобой вот вместе взаимодействует. Больше это, по-моему, важно. То есть можно и перенять, если... Он не видит, что ты танцешь какой-то стиль, он видит, ну, чувствует тебя вот в этом. То есть если яки-зомбер, а, например, Сергей кто? Хип-хоппер. Хип-хоппер. Мы можем станцеваться. Да, легко. Ну, да. Контактная импровизация получится. Ну, да, да, да. Там еще фишка в том, что каждый из партнеров может как бы предлагать, вот. Там не разговаривают, в основном это не очень, как это, принимать. Здесь вот это все из души идут, и все ментальное какая-то все есть. Да. Такой, скажем, ментальность. Да, в сознании с вами. Какие у вас еще вот интересные проекты есть, связанные и с танцами, и выставки? И не столько, да, вообще в целом. Вообще, да. Что вы готовите, что у вас проходило уже, да? Ой, у нас вот мы собираемся открывать курсы по анимации. Будет Данил Жукшда вести их, эти курсы. Это для детей и для взрослых одновременно. Вот. Это будет курс, в котором по итогу курса человек нарисует вот как бы свой фильм. А это будет компьютерная графика? Это будет компьютерная графика, да. Ой, это интересно. То есть, да, там будет компьютерная графика, это все так будет в такой манере. Вот, что еще проходило? Музыкальные вечера у нас проходят. Мы вот за такое ощущение музыки, не то, что человек приходит, ставит компьютер, там у него уже все записано, и он включил, и такой постоял, и поиграл. Нет, главное, музыка лайф для нас, что человек вот сразу делает музыку. Вот приезжал к нам человек из Бреста, который очень интересно берет эти старые кассеты, которые вот раньше все слушали. Да, такие, да, и он из них делает какие-то себе нарезки, и потом лайф тоже делает музыку. Ничего себе. Интересно. И все это на месте, это тоже экранизация получается. Да, 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 да. У него есть заготовки, но он как бы их использует, все равно играет такой у него специальный. Он падает как-то по-разному. Да, вот. Здорово. И еще был у нас музыкант Радио Куала, который тоже, в принципе, известный в Гродно. Он в Гродно, типа техно играет. Да, да, играет техно, он здорово, и вот он у нас тоже в доме играл. Нам очень интересны проекты, которые объединяют. Например, вот у нас был показ авторского кино «Качана», который, кстати, его фильм, он сам режиссер из Минска, но его кино, оно брало много различных премий, наград. Девять наград. Да, по Европе, вот, это короткометражка. И вот он приезжал, мы делали его, показ его фильмов, кроме этого у нас был там еще чаек, порошки. Обсуждение, да. И играл Радио Куала. И вот такой формат, когда мы объединяем музыку, кино, танец, когда люди могут в одном вечере познакомиться с разными вообще движениями. По-моему, это очень интересно и классно. Да, он еще дал нам мастер-класс по своей аппаратуре, потому что у него такой целый стол. Он сам создает свой музыкальный инструмент. Он сам это все как-то собирал, у него там такое, эксклюзивное. И тоже нет никакого компьютера, нет ничего, он просто сразу вот создает. Да. Как бы он может это просто записать и оставить себе на память, но заготовок вообще нет, он создает все тоже вот. Ну, видите, с какими людьми можно познакомиться, только придя хотя бы на один вечер, в том 46. Я знаю, что вот у вас летом, ну, я уверен, наверное, и не только летом, было шоу, в котором сначала показывали, танцевали, вот мастер-класс давали, а потом все из присутствующих могли поучаствовать в танцах. Да, это был хэппининг. О, да. Это было очень такое событие. Почему у меня там не было? Для многих это такое, вот что было за год, все говорят, что вот хэппининг была самая бомба. Нужно повторить. Вот недавно мы что-то делали. В принципе, да, немножко от другой. Ну, в общем, хэппининг, идея хэппининга, это тоже, по-моему, возникло в Америке. И это happen, да, то есть это слово происходит. То есть есть музыканты, радиофиллз из Минска, это группа, которая играет в стиле, ну, скажем, такой эмбиент, да, и они создают музыку здесь и сейчас, и они отталкиваются от атмосферы, которая есть в пространстве. То есть все взаимодействуют. То есть они приходят, они видят людей, они видят как бы видеопроекцию, видят какие-то декорации, свет, что-то, и они начинают играть. И для меня это такой, знаете, момент, как ты слышишь, как звучит пространство в музыке сначала, или атмосфера, как люди себя чувствуют. И потом оно все начинает развиваться, и уже непонятно, кто на кого влияет. То ли музыканты влияют на людей, и они начинают меняться, они выходят танцевать. И там такое происходит, что кто-то может просто лежать и медицировать, кто-то может там танцевать вообще вот так, колбасить там, не знаю, кто-то может разговаривать, кто-то может там пить чай. И это вот такое вот абсолютно тоже очень свободная форма существования. То есть нету такого, что мы вот пришли на вечеринку, и мы все должны там, не знаю, пить, кактейли, и танцевать. Мы абсолютно свободны, мы можем идти, мы можем прийти. Ну, то есть очень открытая форма. Если чувствуешь, что ты хочешь, ты идешь, делаешь. Если ты перестал, ну, ты выходишь. И такое взаимодействие, кто-то, ну, кто-то может быть лидером, то есть он может предложить какой-то вот принцип, например, я не знаю, у нас было у меня потрясающее чувство, такого я не испытывала никогда. Когда я просто с закрытыми глазами почему-то лежал, вот так вот, потом я веду руки, открывая глаза, и вижу, что еще 10 человек так же ведут руки, как я. И мы все вот так вот в круг собираемся. И у меня это вот даже такое, знаете, это интересное ощущение толпы, ну, даже не толпы, а единение. Это больше единение, чем толпа. Да, да. Ну, это, конечно, да, не толпа. Ну, по сути, стихийно, а тут, наоборот, гармоническое. Прекрасно просто было. И это музыка, танец тоже, как мы любим, проекция тоже. Они создавали специально для этого проекта видеопроекцию делали. Там у нас один был программист Сергей Параков, который, кстати, руководитель пространства Верх в Минске, который сейчас очень популярный. Там проходят вечеринки потрясающие, много всяких мероприятий. И если будете в Минске, вот, обязательно побывайте там. Да, туда нужно в любое время, наверное, зайти, у них всегда что-то. Всегда что-то происходит. Да, 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 да. Очень активно там все собрались, какие я ею. Такая тусовка очень интересная. Ну, и знаете, для нашего небольшого города то, что происходит у вас, я тоже считаю, очень важно и хорошо. И главное, что у молодежи есть где собраться, особенно талантливой молодежи, где проявить себя, познакомиться с кем-то, правда. Ну, да, хочется как-то единственное, мы не знаем, как рассказывать людям о этом проекте, вот, еще мы пока не понимаем, как это лучше делать. Есть такая специфика, что все думают о Доме 46, что это слишком очень все странное, сложное, или непонятное, или что-то не связанное. Просто малая информация, конечно, да. Может быть, просто люди, ну, это как надо, лучше один раз увидеть, услышать, чем ваше. Да, один раз прийти. Да, да, ну, многие, которые первый раз приходят, так видят это все, для них сразу такой шок, а потом они как-то вот, все хорошо. У нас будет, мы хотим, в общем, такую штуку организовать, это будет такая первая проба, Dance Weekend, когда мы будем приглашать каких-то классных танцоров на воскресные, субботные воскресные занятия. Вот, и 27-28 января у нас будет такая первая проба, к нам приедет Ира Широкая и Оля Рабецкая. Это две танцовщицы из Минска, сквозь Dance Company, это очень известная компания из Минска, которая уже представляет Беларусь везде, там, в Грузии, в Европе, в Польше, там, они вечно на фестивалях разъезжают, по фестивалям, да. Вот, и они привезут нам такие мастер-классы по контемпораре, технике и по партнерингу. И вот партнеринг, кстати, очень может полезен быть любому виду танца парному, то есть это может быть и для танцовщиков танго, и для кизомбы, и для... Это мое, я знаю, куда я пойду. Ипровизация, да. То есть это будут даваться приемы, которые можно применять в паре, вот. И также у нас будет даваться 28 января впервые открытие фотопроекта «Процесс». Это фотопроект, который к нам приезжает из Минска, это фотограф Ольга Рабецкая, и она снимала потрясающих танцовщиков из Минска. Также Ольгу Лобовкину, я не знаю, может, вы слышали, она, кстати, родом из Гродн, она здесь училась. Да, вот. И Андрей Филиппов, по-моему, вот, два танцовщика. Вот, и это будет хорошая очень выставка, в таком, я думаю, джазовом стиле мы сделаем. Вот, так что мы очень ждем. Да, у вас все со вкусом. Да, со вкусом. Ждем вас в вечерних нарядах. Спасибо. Вечерние наряды, наверное, тоже свободный стиль, да. Да, да, да. Вот. Что ж, большое вам спасибо. Спасибо. Мы обязательно посетим какую-нибудь, что-нибудь из ваших вот творческих проектов. Да, обязательно, приходите, будем чарать. Да. У нас в гостях были Евгения Романович и Евгений Серафимко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова